И всем привет, ребят, с вами Старбанки, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору наших новостей, сегодня у нас четверг, и сегодня у нас есть довольно большое количество интересных новостей, посвященных Дню Космонавтику и спискам обновлений, в котором есть много интересных изменений. Обо всем по порядку, пройдемся, начнем сегодня с Дня Космонавтики, здесь у нас дефолт-тенький ивентик, который стартует уже с завтрашнего дня, и у нас будут, как всегда, 30% на скидки, сначала в пятницу скидки 30% на магазин, в субботу 30% на гараж, и в пятницу 30% на запуск шагов и на 50% ускорение этих шагов на МПК. Два специальных режима, первый специальный режим, обычная ДМК с голдами-метеоритами на картах Губаха Колхоз Монте-Карло, и вторая ДМК через неделю в спорт-режиме без улучшений устройств, резистов и дронов. Я очень сильно изначально обрадовался, когда увидел спортивных голдоловов и вот этот вот замечательный режим, потому что я думал, что здесь будет устройство, но устройства, к сожалению, нету, соответственно, ну, режим будет такой себе, я, ну, наверное, не так сильно заинтересован в нем, в связи с тем, что там нет устройств. Если были бы здесь устройства, я бы кайфанул бы очень жестко, а так, наверное, он будет неактуален с моей точки зрения. Три специальных режима, 500 танкоинов, ну, 5000 танкоинов, вот этот вот замечательный спецпак, где надо по 150 танкоинов на протяжении месяца собирать. Дальше у нас за 2000 танкоинов спецпак, ну, такой себе, мягко говоря, 5 недельных кантов, 10 ультракантов, ядерная энергия, краска галактика и спецпак за 2290 ультраконтейнеров. Устройство сверхумное минус поле для рикошета, то есть, тоже устройство, ну, не сказать, что прям супер уникальное, я изначально подумал, что это новое какое-то устройство, но это дефолтное устройство на рикошета, которое можно купить за кристаллы, если я не ошибаюсь, даже быстро сейчас проверю, чтобы не набазарить какой-то ерунды. А, это пробитие на рикошет, ну, в принципе, ничего такого сверхжёсткого нету. Дальше у нас появляются коембоксы, появляются специальные миссии, в сумме можно нафармить 18 ультракантов, если у вас есть премка и есть покупка боевого пропуска, ну, и всё это дело будет на протяжении двух недель с пятницы по воскресенье, да, то есть, повышенные фонды и опыт, а так у нас ивент идёт на протяжении двух недель. Поэтому формите, зарабатывайте и прокачивайтесь. Здесь, ну, пока что всё по дефолту, единственное, что у нас был вброс информации вчера, связанный с танками и тёмными материями, сегодня у нас написана уже часть вторая, что это турбулентность. Турбулентность, о нет, метеорит, приготовиться к аварийной посядке кажется сливком поздно. И у нас есть продолжение этой истории. Я для себя понимаю, что у нас 12-го числа, как раз-таки в день космонавтики, появится новый ивент, о котором я вчера уже в видеоролике говорил. Кто этот видеоролик не посмотрел, можете после этого видоса его глянуть. То есть, по сути, ивент с планетами, где надо тратить энергию и получать за прохождение шагов какие-то определённые призы. Ну и по списку обновлений здесь у нас есть много очень информации по рельсе. Я постараюсь её дать вам вкратце. Можно будет, ну вернее даже не можно будет, а нужно будет много чего тестировать. Если сказать вкратце, то саму пушку стандартный критический урон у нас увеличили. Шанс этого критического урона без устройств на рельсе наоборот уменьшили. Также перезарядка, вернее не перезарядка, а разогрев выстрела стал на практически полсекунды дольше. Исправились баги у викинга. Ну и по устройствам все, практически все, даже можно сказать все устройства у нас стали хуже. Из тех, которые были играбельны. Да, то есть единственное, я бы обратил внимание на донатные устройства, где уменьшили критический урон, но при этом шанс крита увеличен. То есть, если вы играете на рельсе с эми, с пробитием, с оглушением, у вас больше шанс того, что выпадет крит и сработает этот эффект, но при этом сам критический урон будет наносить меньшее количество урона. То есть, ну в сумме, по итогу, должен быть хороший буст рельсы. Должен быть хороший буст рельсы, и она наконец-таки должна выйти в средний баланс, может даже выше среднего баланса в нашей игре. Гром увеличен критический урон еще на 50 единиц минимальный урон и практически на 100 единиц максимальный. Но насчет грома я его в принципе тестировал, не помню, правда видос вышел уже или нет, но пока все равно слабовато. Надо еще больше апать грома, надо делать его еще лучше, потому что просто увеличивать критический урон, урон этого будет мало. Устройство на рикошет стабилизации минус поле, дальность минимального поражения увеличена на 200% в месте 100. При этом появляется в ультраконтейнерах новое устройство для рикошета Гелиус, которое написано, что никак не похоже на рикошет вовсе. И то, что это новый снайперский плазмоган, в котором есть 7 выстрелов с одного баллона, и эти выстрелы вылетают почти непрерывной очередью и с очень большой скорострельностью и дальностью. То есть вы можете на большую дальность быстро нанести урон, не знаю как это будет работать, это надо все тестировать, поэтому если вам интересно, то я постараюсь в ближайшее время это устройство тестануть. Дальше у нас есть то самое безумное обновление с римкомплектом, которое также появляется завтра, и я по нему уже на стриме высказывался, что оно спорное и даже очень спорное, потому что большое количество овердрайвов со статус эффектами станут менее актуальными, ну например тот же Хантер, да, то есть если ты его сможешь контрить аптечкой, то от него эффекта не будет абсолютно никакого, но написано, что это всего лишь одна секунда наложения статус эффектов, то есть защищает на одну секунду после прожатия, то есть это надо очень грамотно ей пользоваться, поэтому посмотрим, как это все дело будет работать, быть может это будет работать в хороших руках, а в тех руках, которые не совсем понимают, как это работает, может не будет так это жестко ролять, поэтому надо тестить, надо смотреть и уже приходить к общему мнению. По поводу риса я сказал, ну и также обновления по ежедневным заданиям, если вкратце, то их постарались выровнять по сложности и сделать более простыми те задания, которые дольше требуют времени и те задания, которые, например, просто завершить бой в любом режиме, их сделали наоборот чуть-чуть тяжелее, но в принципе не критично, то есть на одну катку сделали больше, а здесь наоборот сделали на одну катку меньше. Лучше обратить внимание на еженедельную заданку, которая оказаться в команде победителей надо было 10, 20 и 30 раз, а теперь это 5, 7 и 10, то есть здесь намного лучше упростили, да, то есть, ну, будет прям, наверное, таки легко это все дело выполнить, нежели там 3 с боев играть, либо 10 боев играть, да, то есть в 3 раза меньше. Ну и задание уничтожить количество противников тоже здесь, только я не понял, уничтожить N противников упрощено с 50-100-150 до 60-80-100 боев, почему бои, здесь вроде как речь идет про киллы. Кулдауна, смену вооружения в матчмейкинге увеличили на одну минуту, ну и в пробитвах наоборот уменьшили. Осталось всего лишь одно обновление, то есть через 2 недели у вас в матчмейкинге будет возможность за бой переодеться только один раз. Ну и в пробитвах наоборот эту смену вооружения уменьшают, и для тех ребят, которые играют в пробитвах, это более актуальная вещь. Ну и обновили цены в магазине для некоторых регионов, я не знаю по каким регионам там что обновляется, но в общем и целом, наверное, есть какие-то интересные изменения в лучшую сторону, я надеюсь, потому что я, честно говоря, особо за этим не слежу и не знаю как там что-то меняется. Как-то так, друзья, пишите, что вы думаете по поводу ивента, ждём ещё анонса, связанных с тёмной вот этой вот материи, но я так понимаю, что это полноценный ивент с планетами, я думаю, что здесь не будет никаких сюрпризов, но будем следить тоже, если что, запишу ещё, может быть, видеоролик с обзором вот этой вот вещи в ближайшее время. Пишите, что вы хотите увидеть в ближайшее время из обзора вот этих вот замечательных изменений. Рикошет с Гелиусом, я думаю, что я вообще постараюсь как можно скорее записать, ну а по вот этим вот замечательным пушкам, аптечкам и другим изменениям, я думаю, что постепенно тоже выйдут у нас видосы. Поддерживайте видеоарек лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и не забывайте про тег создателя контента, в описании есть ссылочка на форму, которую нужно заполнить, если у вас стоит мой личный тег, а именно тег Team P, то при донате, а я уверен, что многие будут покупать у нас интересные спецпредложения, которые очень многие любят приобретать именно ежедневные танкоины, то вводите мой личный тег Team P и, соответственно, приобретайте эту спецуху и участвуйте в розыгрыше на 2 ляма кристаллов и на 50 тысяч танкоинов, ну и плюс, соответственно, конечно же, меня тоже этим вы очень хорошо поддержите. У меня, друзья, на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!